Егор, Яна и Юля еще несколько месяцев назад ходили в одну школу, 35-ю. После сдачи выпускных экзаменов подали документы в один вуз, Ивановский государственный энергоуниверситет. Все трое зачислены на бюджет, правда, на разные направления подготовки. Я решил поступить в энергоуниверситет, потому что мой отец и мой дядя закончили этот вуз, и я решил продолжить эту традицию. Поступил я на электроэнергетический факультет профилейной защиты. К поступлению ребята готовились не один год. Усиленно изучали профильные дисциплины, физику и математику. Результатами ЕГЭ в целом довольны. У каждого в сумме трех экзаменов набралось больше 220 баллов. Поступала именно в энерго, больше никуда документы не задавала, только сюда и оригиналы. Ну, как советовали родители, советовали знакомые, друзья, которые учили здесь, закончили, получили престижную работу, престижное образование, очень хвалили. Также учителям многие говорили, чтобы поступайте, советуем. Предварительными итогами приемной кампании в университете довольны. Всебюджетные места, а их 629, заняты. Традиционно самый большой конкурс был на ключевые специальности – электроэнергетику и теплоэнергетику. Студенты также имеют возможность параллельно получать второе высшее образование, связанное с экономикой или иностранными языками. В последнее время популярность приобрели направление, связанное с информатикой. То есть у нас есть факультет информатики и вычислительной техники. В этом году на самую популярную специальность, там проходной балл был 247. Что с московскими вузами сопоставили. ИГУ – один из трех энергетических вузов в стране. Сюда приезжают учиться жители не только Ивановской области, но и соседних регионов. В университете гарантируют качественное техническое образование, а после – трудоустройство. Выпускники востребованы в Подмосковье, а также на севере страны. Я седьмого класса хотела поступить на электрические сети. Но это связано с тем, что у меня родственники тоже были на электросетях. А они мне советовали эту специальность. В этом году на первый курс в Ивановские вузы поступили тысячи юношей и девушек. С первого сентября у каждого из них начнется, пожалуй, самый увлекательный этап в жизни – студенческий. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.